Война 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 Сталинграда В Сталинградской битве Своё боевое крещение получил и рядовой Василий Дятлов. Сначала он был связистом, но ходил в атаки, поджигал вражеские танки гранатами и бутылками с горючей смесью, вступал с врагом в рукопашные схватки. Во время контрнаступления советских войск под Сталинградом Василий Дятлов служил уже бойцом дивизионной разведроты. Вместе с опытными бойцами ходил на задания, учился в них мастерству, перенимал опыт, проявил себя как смелый, дисциплинированный и смекалистый разведчик. После Сталинградской битвы рядовой Василий Дятлов был уже опытным разведчиком. Ему давались сложные боевые задания и он часто возглавлял разведгруппы, совершал рейды в тыл врага. Однажды целых трое суток разведчики под командованием Василия Дятлова пробыли в стане врага. За это время они исследовали и зафиксировали систему обороны фашистов, установили скопления их войск, определили огневые позиции артиллерии и минометов. А на обратном пути Дятлов бесшумно снял часового и захватил его документы. Молода тревоги, да степной бурьян, знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. В 1942 году старший лейтенант Константин Кирьянов служил в 875-м истребительном авиаполку 3-й воздушной армии Калининского фронта. В сентябре с новой силы вспыхнула борьба за Ржев. Прорвав немецкую оборону, советские войска ворвались в город, где разгорелись яростные уличные бои. По воспоминаниям очевидцев, они напоминали идущий в тот период сражения в Сталинграде. Поле битвы осталось за немцами, которые отбили Ржев ценой огромных усилий. В целом, летне-осеннее наступление Красной армии методом фронтального натиска на острие выступа не принесло желаемых результатов. По немецким данным, Красная армия потеряла в нем около 400 тысяч человек. В марте 43-го Калининский фронт генерала Пуркаева и Западный фронт генерала Соколовского провели новую наступательную операцию, освободив Ржев и Вязьму. Однако арьергардные бои за данный район, который немцы называли краеугольным камнем Восточного фронта, по-прежнему отличались большим упорством и ожесточением. Немцы отходили, постоянно контратакуя. Командир эскадрильи 875-го истребительного авиационного полка Калининского фронта, старший лейтенант Константин Кирьянов, в марте 43-го произвел 297 боевых вылетов. В 59 воздушных боях сбил 10 вражеских самолетов. Штурмовыми ударами по скоплениям гитлеровских войск и боевой технике нанес противнику значительный урон. Сержант Федоров открыл свой боевой счет 20 апреля 43-го года, сбив над малой землей мессершмитт БФ-109. 10 мая того же 43-го дмитровский летчик Федоров, выручая товарищей, вступил в бой сразу с шестью немецкими истребителями. Ему удалось зайти в хвост одному мессершмитту и длинной очередью подбить его. Затем сбил второго, но когда у него закончились патроны, противник набросился на него. Один мессершмитт сменял другого. Вскоре самолет Федорова загорелся, а сам он был ранен. Тогда он направил свой истребитель на перерез паре, которая находилась в вираже. Левым кругом своего истребителя он нанес удар по кабине мессершмитта. Оба самолета начали падать. В момент удара Федоров, оборвав ремни и пробив закрытый фонарь, был выброшен из кабины и приземлился на парашюте в расположении медсамбата. Всего на Кубани он уничтожил шесть вражеских самолетов. Курская битва. Переломный момент в истории Великой Отечественной войны. В сражениях на Курской дуге принимали участие более шести тысяч танков. Такого в мировой истории никогда не было. Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили маршалы Жуков и Василевский. Немцы собирались молниеносным ударом захватить Курский выступ и начать полномасштабное наступление. Советская разведка сообщила о немецких планах своему командованию. Узнав точное время наступления и цель главного удара, наши маршалы приказали укрепить оборону мина в этих местах. Шлепов Виктор Петрович, как и многие дмитровщане, героически себя проявил в авиационных частях Красной армии. В боях над Курской дугой он командовал эскадрильей 2-й воздушной армии. К тому времени он совершил 685 боевых вылетов, 160 из которых на штурмовку скопления боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большие потери. Принял участие в 122 воздушных боях, сбив 5 вражеских самолетов лично и еще 16 в составе группы. В небе над Курской дугой попал в тяжелейший бой. С трудом вернулся на родной аэродром, при посадке потерпел аварию и оказался в госпитале. Молодой офицер Владимир Иоанна Сьян особо отличился в сражениях на Курской дуге и в наступательных боях летом 43-го. Так, 12 июля командир взвода 27-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии гвардий-лейтенант Иоанна Сьян при прорыве вражеской обороны у села Ульянова с группой бойцов ворвался в траншею противника. В рукопашной схватке бойцы уничтожили 68 гитлеровских солдат и 5 офицеров. 18 солдат были захвачены в плен. В этой короткой, но яростной схватке сам Иоанна Сьян истребил несколько фашистов. Взвод своими действиями обеспечил продвижение роты. На следующий день, 13 июля, в бою за деревню Белый Верх, гвардий-лейтенант Иоанна Сьян снова отличился. На подступах к селу рота встретила упорное сопротивление. Семь автоматчиков ОГС-офицером, зайдя в тыл противнику, нанесли внезапный удар. Предполагая, что они обойдены крупными силами, гитлеровцы покинули свои позиции и поспешно стали отступать. На плечах отступающего противника подразделения Анастяна ворвалось в деревню. Гвардейцами в этом бою было уничтожено 73 фашистских солдат и офицера. Захвачен станковой пулемет, три миномета и склад с боеприпасами. Советская армия начала масштабное контрнаступление и все сильнее оттесняла немецкую армию обратно к границам, возвращая себе захваченные территории. В середине августа 43-го года Гитлер убедился в том, что сломить это контрнаступление невозможно. Поэтому решил применить новую тактику – укрепить оборону Днепра и дать своей армии время на отдых перед новым массовым ударом предстоящей зимой. Фюрер дал приказ ни за что не сдавать Днепр. СССР же считал Украину одной из важнейших стратегических точек, прежде всего из-за ресурсов, находящихся на ее территории. Поэтому Сталин отдал приказ немедленно форсировать Днепр и прорвать немецкую оборону на этих территориях. К осени 43-го гвардии младший сержант Николай Рогов командовал расчетом зенитного пулемета 287-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. Во время боев на Букринском плацдарме Рогов заменил собой выбывшего из строя командира взвода и успешно командовал подразделением. Только в бою за село Ромашки к западу от Малого Букрина вместе со своим расчетом он поджег один танк, сбил один вражеский бомбардировщик и уничтожил большое количество солдат и офицеров противника. Битва за Днепр продолжалась с августа по декабрь 43-го года. Советские войска создавали плацдармы, через которые можно было продолжать продвижение на запад. Немцы же стремились уничтожить эти плацдармы. В этом важнейшем для дальнейшего хода войны сражении принимало участие сразу несколько дмитровчан, в том числе и гвардеец Петр Галяткин. Ноябрьским днем 43-го года 171-й гвардейский стрелковый полк 3-го Украинского фронта вышел на берег Днепра. Предстоял бросок через реку. Впереди комсорг батальона гвардии старший сержант Галяткин собрал лучших бойцов на митинг. Дав клятву на стойкость, они устремились к реке. Форсировав Днепр в ночь на 26 ноября, воины решительным ударом сбили боевое охранение противника и провели наступление на село Разумовка. Контратакующий противник начал теснить фланг батальона, где большинство командиров было убито. Петр Галяткин переместился на этот фланг и, возглавив бойцов, отразил атаку противника. В дальнейшем, в ходе боев в селе Разумовка, Галяткин гранатами уничтожил пулеметный расчет и вместе с группой бойцов вышел к северной окраине села и был убит в этом бою. Снег ли ветер? Вспомним, друзья! Нам дороги эти позабыть нельзя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok